В совхозе имени Ленина прошло открытие катка. Это событие стало уже традиционным. Напомню, что первый раз каток был открыт в 2018 году. Тогда совхоз отмечал свой 100-летний юбилей. Дедушка, а ты знаешь, что в этом году совхозу имени Ленина исполнилось целых 100 лет? В тот год все пенсионеры легендарного народного предприятия получили единоразово по 100 тысяч рублей. Был открыт учебно-развлекательный центр для детей земляничный город. А чтобы жители поселка могли оздоравливаться на свежем воздухе и проводить время с семьей, коллектив ЗАО решил открыть каток на территории Пуду. В 2021 году каток открылся уже четвертый раз. Перед открытием катка спортсмены хоккейного клуба «Савилен» провезли флаги, сделав несколько кругов по льду. Мы вас приветствуем в открытии катка совхоза имени Ленина, на котором мы будем с вами отдыхать и зажигать в течение нескольких месяцев. А сейчас, внимание, налет! Обращаю ваше внимание, что сейчас на льду стремились сразу несколько поколений флагами совхоза имени Ленина, культурного центра. Ну и хоккейный команды «Савилен»! Молодцы, ребятки «Савилена»! По традиции торжественно разрезать ленточку коньком доверили директору ЗАО совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Берешь конеком вместе со мной. Давай, и пили. А-а-а! Молодец! Конек, пили. Поехали! Поехали! Павел Николаевич проживал всем здоровья и хорошего семейного отдыха. Слова больше отрисованы родителям. Для того, чтобы дети были здоровыми, нужно чаще заниматься вот такими видами спорта. Потому что еще в старой песне было сказано «Закаляйся и будь здоровым». Поэтому я вас всех поздравляю с началом какобежного сезона. Желаю главное здоровья. Со вкусами Ленина и коллектив очень много делают для того, чтобы дети были счастливы. Вот еще одна опция в копилку счастливых детей. И думаю, что мы будем продолжать все это делать у нас. У нас с вами праздники включаются, новогодние, я думаю, это будет так же дружно и весело, как в прошлом году. И хочется сказать всем, без исключения наших жителей, ходите на каток. Это бесплатно, это благодаря коллективу совхоза Ленина. Счастья, здоровья и успехов. Спасибо! Спасибо! Спасибо, Николаевич! А мы еще немножко прозыкаемся! Постовые куклы веселили детей, водили хороводы и организовывали конкурсы. Перепередники всегда и поймите дальше. Молодцы, молодцы, молодцы! Ну что, теперь все вместе соединяемся! Жители не скрывали своей радости от возможности проводить свободное время вместе с детьми на льду. Очень, мы очень рады. Мы даже не услышали. Мы ищем теперь местечко. Устроение очень хорошее. Очень рады. Замечательное событие в нашем поселке. Очень ждали, наконец-то заждались. Дети рады, и мне тоже. Мы никто не ожидал, что каток будет в этом году снова, поэтому счастливы просто. Первый же день сразу же прибежали. Несмотря на очень непростые времена, непрекращающиеся атаки рейдеров, беспрецедентное давление на Павла Николаевича и его семью, к слову сказать, в тот же день группа продажных журналистов проникла на охраняемую территорию и попыталась ворваться в квартиру, где находились малолетние дочки и жена Павла Николаевича. Чем сильно напугали детей. Грудинин с честью мужественно противостоит всем нападкам и продолжает творить добрые дела для жителей совхоза. Скажем ему и всему трудовому коллективу большое спасибо от всех жителей нашего поселка. Мы счастливы, особенно дети. Спасибо. С вами был ТВ Совхоз. До новых встреч. Продолжение следует...